Банкротство и звонки коллекторов. Что делать, когда перестанут звонить? Вы можете не брать трубку, вы можете добавлять звонящих в черный список, вы можете вообще никак не контактировать. Главное, не слушайте пугалки звонящих лиц. Банкротство и звонки коллекторов. Что делать, когда перестанут звонить? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц, очень много завершенных дел, также обучаю юристов. Как происходит на практике? Кто-то из граждан подает на свое банкротство, когда уже имеются просрочки, и хочет списать с себя все имеющиеся долги. Кто-то из граждан не хочет допускать просрочек и подает на свое банкротство, предвидя свою несостоятельность, вот-вот в преддверии просрочек. Напомню, что три месяца просрочек нужно ждать кредитору или уполномоченному органу, если они по вашему делу являются заявителями. Если вы хотите подать на свое банкротство первым, то трех месяцев просрочек ждать не нужно. Вы можете подать на свое банкротство и не ждать просрочек. Хочу, кстати, заметить, что если у вас долг свыше 500 тысяч рублей и есть хотя бы одна просрочка, вы обязаны подать на свое банкротство в течение 30 рабочих дней. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. За несвоевременную подачу заявления о банкротстве предусмотрена административная ответственность. И кредиторы, кстати, часто ссылаются на это, когда подают заявление о неосвобождении гражданина от долгов. Но, тем не менее, даже если у вас на сегодняшний день нет просрочек и сегодня вы подаете документы в арбитражный суд, чтобы возбудить дело о вашем банкротстве, суд по закону назначит дату первого суда. Хочу заметить, что в дату первого суда суд вводит процедуру и признает заявление ваше обоснованным или не обоснованным. Оно 100% обоснованное, если у вас есть долги и вы их не платите. Однако суд назначит дату первого суда в интервале от месяца, как правило на практике, до трех. И так или иначе у вас пойдут просрочки, так как перед банкротством платить кредиты и иные долги не нужно. В связи с этим вам будут звонить представители банка, вам будут писать смс, с вами будут пытаться урегулировать тот факт, что у вас есть задолженность, чтобы вы ее погасили. Но прежде хочу вам сказать, чем я могу быть для вас полезна, чем я могу вам помочь. Во-первых, я провожу со своей командой под ключ и до результата защитой от коллекторов и при необходимости сохранением имущества, если это возможно, процедуры по всей России. И если вам нужна помощь в проведении процедуры в отношении вас и в списании с вас долгов, пожалуйста, обращайтесь. Контакты вы сейчас увидите на экране, а также они будут в описании под этим видео. Хочу заметить, что консультация бесплатная. Бесплатная она для тех граждан, кто еще не в процедуре и не работает с юристами. Во-вторых, если вы являетесь юристом и хотите стать экспертом в банкротстве физических лиц и зарабатывать достойные деньги, помогая людям списать все долги, я обучаю юристов всем нюансам процедуры банкротства граждан. Опять же, подробности будут в описании под этим видео. Следующий момент. Если кто-то хочет соприкоснуться с банкротством, разобраться и не платить деньги юристам, для вас у меня доступны лекции по самостоятельному банкротству с образцами всех необходимых документов, плюс я там разбираю, как найти арбитражного управляющего. И для юристов лекции банкротства от А до Я. Опять же, приобрести лекции можно по ссылке в описании под этим видео. Стоимость одной лекции 990 рублей. Так вот, что делать, когда вам звонят, а вы подаете на банкротство? Во-первых, кредитору можно говорить о том, что вы подаете документы на ваше банкротство. Не нужно этого бояться, особенно если вы уже реально подали документы в арбитражный суд. Вы можете говорить, что вам тяжело, вам сложно платить все ваши обязательства, и что, как вас обязывает делать закон, вы подаете на свое банкротство. Главное, не слушайте пугалки звонящих лиц. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Они могут утверждать, что с вас долги не спишут, что банкротство не работает, что вы попали на мошенников и так далее. Таким грамотно звонящим говорите, зайдите на Федресурс, на официальный источник, и посмотрите статистику, сколько граждан освободились от долгов через банкротство. А так, по закону. Вы можете не брать трубку, вы можете добавлять звонящих в черный список, вы можете вообще никак не контактировать. Даже сменить номер телефона, если это требуется. Тем более, что перед подачей заявлений о вашем банкротстве, нужно будет направить копию заявления к каждому вашему кредитору. Плюс финансовый управляющий обязан будет уведомить каждого кредитора о том, что в отношении вас введена процедура. Чтобы все требования к вам предъявлялись в рамках банкротства. Ну а если кто-то из кредиторов не захочет заявляться в дело о вашем банкротстве, в этом страшного ничего нет, вы все равно по долгам перед этим кредитором или этими кредиторами освобождаетесь. Так когда вам перестанут звонить? По закону с момента, когда в отношении вас будет введена одна из процедур. Будь то реструктуризация долгов, или же вы сразу будете признаны банкротом, и в отношении вас будет введена процедура, она называется реализация имущества. На каком основании? Статья 7, Федеральный закон номер 230, в простонародье антиколлекторский закон. С момента введения одной из процедур, представителям банка или лицам действующих от их имени, коллекторам запрещено будет с вами взаимодействовать. А именно звонить, приходить, требовать возврата долга. На практике, скажу честно, это работает эффективно. Когда суд вводит одну из процедур, как правило, коллекторы или представители банка перестают звонить должнику. Однако, если звонки продолжаются, или, не дай бог, кто-то из коллекторов пытается к вам приехать, что-то у вас уточнить, вы можете смело писать жалобу ФССП, Федеральная служба судебных приставов. Она осуществляет надзор за исполнением закона номер 230. Также можете продублировать свою жалобу в прокуратуру. Хочу подвести итоги. То, что звонят коллекторы или представители банков, юридической силы эти звонки не имеют. Не нужно их бояться. Будьте смелыми. Цель звонящих, чтобы вы начали платить, цель их поставить вас в график. А что делать, если вам тяжело или нечем платить? Вас никто не поймет. К вам навстречу никто не пойдет. Цель звонящих психологически на вас надавить, и чтобы вы начали платить. Их не интересует, какие у вас проблемы, сложности, что у вас произошло. Ой, когда все это кончится. Так будьте уверены в том, что закон вам дает возможность полностью обнулиться и списать с себя все имеющиеся долги. И вы это делаете по закону. А после завершения процедуры банкротства с вас запрещено что-то взыскивать, с вами запрещено связываться представителям банка и коллекторов, так как с вас списаны все долги. Давайте договоримся. Если вам моя информация полезна, подпишитесь на мой канал. Я каждую неделю провожу прямой эфир и отвечаю на вопросы подписчиков. Также поставьте колокольчик, чтобы не пропустить прямой эфир и выпуски новых, самых актуальных и полезных видео. Субтитры создавал DimaTorzok